В департаменте транспорта просят о МИЧе потерпеть еще год. Глава ведомства озвучивает не слишком приятную новость. Обеспечить безналичную оплату проезда во всех автобусах и маршрутках, вне зависимости от формы собственности, муниципальной или частной, удастся не раньше следующего года. Впрочем, это не значит, что оставшиеся до 1 января 2020 года именно на эту дату ориентируются в мэрии, а МИЧам придется платить по 30 рублей за поездку. По словам Александра Вялкова, перевести на регулируемый тариф осталось всего 62 частных маршрута. Все остальные уже давно работают с безналичным расчетом. А вот ночных автобусов в Омске, скорее всего, точно не будет. С такой инициативой к мэру обратились о МИЧе, уверив, что готовы даже оплачивать ночной проезд по двойному тарифу. Впрочем, расчеты показали, что экономически обоснованным выход в ночь будет при стоимости проезда не менее 100 рублей. По мнению главы Дептранса, частные перевозчики не станут работать себе в убыток и запросят субсидирование маршрутов. Я задавал такие вопросы участникам, и они не готовы работать ночью. Скажем так, себе в убыток мы же все понимаем. Эта инициативная группа заявляла, что наши горожане готовы платить по 100 рублей за проезд в таком автобусе. Я очень сомневаюсь. Мы понимаем, что у нас ночью есть определенная конкурентная среда в виде такси. Отсутствие муниципального транспорта на городских магистралях вечером в мэрии объясняют низким пассажиропотоком после 20 часов. В это время городские автобусы отправляются в парк. Впрочем, альтернатива дорогому такси – частные маршрутки, которые должны работать до 23 часов. Депутаты горсовета информацию принимают к сведению и со своей стороны предлагают увеличить интервал пересадки по транспортной карте ОМКО – 45 минут до часа. А мячи, живущие на городских окраинах, жалуются, что не успевают уложиться в отведенный им лимит времени. В итоге пересадку приходится оплачивать полным рублем. В департаменте транспорта инициативу готовы рассмотреть, хотя в Омске уже сейчас интервал для пересадки длиннее, чем в соседних городах. Тем не менее, вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании городского совета.